Взаимообогащение культур, адаптация мигрантов, профилактика экстремизма. Вот некоторые из важных тем, которые обсудят в Хантамансийске. С 5 по 7 октября окружной центр примет второй Всероссийский форум национального единства. Участники – представители органов власти, НКО, научного сообщества и другие. В программе мероприятий, конференции, выставки, семинары, а также открытый региональный конкурс лидеров в сфере государственной национальной политики. Форум пройдет в очно-заочном формате, информирует сайт правительства Югры. Традиционно осень становится сезоном подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Недельные пороговые показатели по этим заболеваниям в Нягоне превышены почти в два раза. При этом, как и в целом по Югре, большинство заразившихся составляют дети. Ожидаемым, но от этого не менее тревожным фактом стал резкий скачок заболеваемости COVID-19 в регионе и городе. В то же время представители территориального отдела Роспотребнадзора отмечают, сегодня нягонцы, к сожалению, пренебрегают соблюдением профилактических мер. Ситуация существенно ухудшилась. Эпид-обстановка характеризуется как неблагоприятная и напряженная. Заболеваемость переросла относительно предыдущей недели более чем на 66%. Отчасти это объяснимо, о чем мы говорили прежде. То есть это возвращение из отпусков, это формирование коллективов в садах, в школах, рабочих коллективов, что существенно влияет на распространение вирусной инфекции. Самым действенным и надежным способом борьбы с коронавирусной инфекцией по-прежнему является вакцинация. Иммунизацию в Нягоне сегодня завершили более 15,5 тысяч человек. Порядка 300 горожан прошли ревакцинацию. Сегодня привиты чуть более 60% от плана. При этом, по словам специалистов, для прекращения масштабного распространения инфекции этот показатель должен составлять не менее 80%. Я к вакцинации отношусь положительно, и я вакцинированно обе прививки поставила. Скажите, пожалуйста, а что вас натолкнуло именно на вакцинацию? Во-первых, хочется обезопасить себя и своих близких. Во-вторых, есть категории людей, которым просто нельзя вакцинироваться, им противопоказано, допустим, аллергики. Чтобы обезопасить себя и таких людей, я решила вакцинироваться. Очень положительно отношусь, но по стечению обстоятельств пока не успела провакцинироваться, но планирую в ближайшее время. А скажите, пожалуйста, что вас наталкивает на то, что стоило бы вакцинироваться? Ну, хотелось бы жить здоровой, полноценной жизнью, так скажем, без болезней, без болячек. Статистика показывает удручающие факты. Беспокоить за свое здоровье и за здоровье своей пожилой мамы, с которой я проживаю. Да, я вакцинирована, я прекрасно отношусь, надо всем, чтобы не умереть. Я хотела вакцинироваться, но, к сожалению, не смогла. Если разрешение будет, да, сделаю. Что вас наталкивает на то, чтобы вакцинироваться? Дети, внуки. Не хочу болеть. Да, вакцинирован, нормально отношусь. Скажите, пожалуйста, что способствовало тому, что вы вакцинировались? На то, что куча болячек. Не хочу, чтобы еще и одну подцепить. Привиться против COVID-19 сегодня по-прежнему можно в городской смотровой поликлиниках. Продолжают работы и мобильные пункты иммунизации. Они развернуты на базе Нягонской окружной больницы в торговом центре Уазис-Плаза. Практикуют в Нягоне и выездную вакцинацию. На дому медики вакцинируют маломобильных горожан. Кроме этого, заявку на выезд мобильной бригады могут сделать предприятия, организации и трудовые коллективы. Выездная вакцинация в таком случае проводится, если желание организовано привиться на рабочем месте, выразили более 10 человек. Анна Гусева, Евгений Несмеянов. Нягонский телеканал. Специально для телеканала Югра. Оксана Мустафина с радостью и гордостью показывает свою квартиру. Это сегодня здесь тепло, светло и уютно. А еще несколько недель назад помещение выглядело совершенно по-другому. Ремонт действительно был капитальным. Заменили окна и двери, утеплили стены и перестелили полы. В течение хода ремонта я приходила по делам и видела, как качественно делают это все. Видела, как они делали стены, как они убирали полы. Но я довольна качеством работаю. Очень хорошо они сделали. Как будто бы в новый дом переехали. Ту комнату мы отдали кухню сыну, как маленькую комнатку сделали. И здесь мы планируем сделать как студию. Коридор чуть больше стал, что тоже радует. То есть уютно, удобно. Продумали все. Перепланировку сделали по желанию хозяйки. По ее же просьбе убрали старую печь и установили современную систему электроотопления. Теперь не нужно заготавливать дрова на зиму и следить за огнем в печи. В доме стало безопаснее. Ну и, конечно, просторнее. Работы по капитальному ремонту начали в июне. И в конце августа все они были полностью завершены. Если честно, я была как бы не верила, в шоке была о том, что дать делают. Не за наш счет, а за счет района, за счет администрации. Потому что даже сравнивая с большой землей, скажем так, там не верят. Говорят, не может быть такого. О том, что будет проходить ремонт, Оксану предупредили заранее. На время работы семья Мустафиных переехала в съемное жилье. Но регулярно приходила на стройплощадку и следила за ходом работ. В каждом поселении есть план капитального ремонта жилых домов. И в нашем поселении он есть. И ежегодно не менее одного дома или одной квартиры ремонтируется. Вот у нас в этом году отремонтировано капитально две квартиры. Жители довольны, радуются, что вот после капитального ремонта входят такие просторные, светлые, чистые, красивые дома. Стоит отметить, что дом по улице Лесная 12, где в квартире номер 3 проживает Оксана Мустафина, не единственный, в котором этим летом провели капитальный ремонт. Подобные работы были выполнены еще в одной квартире. Алена Новик, Александр Новик. Телевидение Нижневартовского района. ВАТА. Специально для Югра 24. Курс на экологическую безопасность в Сургутском районе построит комплексный полигон ТКО. Это в рамках подписанного недавно концессионного соглашения. Объем инвестиций в объект впечатляющий – более 4 миллиардов рублей. Такими планами поделился вице-губернатор Югры Алексей Забазлаев на российской неделе ГЧП в Москве. Возведение полигона начнется в будущем году. Планируется разместить мощности по сортировке, утилизации, обезвреживанию и размещению мусора. А также специальные площадки для переработчиков отходов. Напомню всего, в Югре запланировано создание пяти комплексных межмуниципальных полигонов. Нижневартовский, Нижневартовский, Ниагоний, Хантамансийский и Сургутин. Общая мощность этих объектов – 590 тысяч тонн в год, отмечается на сайте окружного правительства. В этой деревяшке по улице Уральская, 20, жильцы прожили больше 30 лет. Аварийным жилое помещение признали в 2017 году. Буквально на прошлой неделе жители переселили в новое жилье, а уже сегодня подрядчики приступили к демонтажу двухэтажки. Дом по улице 30 лет Победы простоял почти полвека. Сегодня этот адрес можно увидеть только на карте Ниагони. Экскаваторы за несколько часов превратили деревянную двухэтажку в развалины. С начала года в Ниагоне демонтировано 22 аварийных дома. Муниципальные контракты заключены. То есть у нас и на последующие дома уже муниципальные контракты заключены. Мы только ждем расселения, поэтому процесс идет быстрее. Подрядные организации заранее уже все готовы. Как только идет расселение, мы также уже уведомляем подрядную организацию, для того, чтобы были готовы, готовы техники на строительной площадке. И не тянуть это время, сразу приступаем к обрушению. Процедура сноса дома непростая. Нельзя просто пригнать бульдозер и сломать дом. Процесс ликвидации непригодного жилья состоит из нескольких важных шагов. В первую очередь происходит расселение и снятие с регистрационного учета. Далее дом отключат от инженерных сетей. Параллельно с этим идет подготовка проектно-сметной документации, муниципального контракта на работы. Раньше на это уходило больше месяца. Сегодня, по поручению главы, срок не больше трех дней. Кокос у нас появился три года назад. Забрали мы его с подъезда и до сих пор он живет у нас. По непонятным причинам, почему-то на него никто не хочет обращать внимание. Очень добрый кот. Он очень-очень спокойный, он никогда не прыгает, соответственно, не привлекая внимания. Кокос – один из тех, кто первым поселился в Белоярском приюте для животных. Первый кошкин дом – это помещение, где все хвостатые жили в одной комнате. Потом был переезд в отдельно стоящее здание, которое теперь гордо носит название «Кошкин дом». Сейчас кокос застал еще одно важное событие в жизни приюта – ремонт этого дома. Забрались все провода, нет ни одного провода. Позашивали все стены, чтобы было их легко мыть. Дом хвостатых сегодня не узнать. Здесь стало уютно, чисто и, главное, безопасно для животных. Все провода сотрудники приюта поместили в кабель-каналы. Вместо обыкновенных лампочек или час, висающих с потолка, появились закрытые плафоны. Потолки, стены и пол во всех комнатах тоже преобразились. А батареи работники приюта закрыли, чтобы животные не смогли за ними спрятаться. Конечно, без помощи неравнодушных белоярцев приют бы не справился. Когда я подала объявление в группе ВКонтакте, что нам требуется либо ламинат, либо линолеум, можно БУ, активно начали сразу откликаться. То есть и сами привозили, и мы ездили, забирали. И отдавали такие вот, допустим, на обои, потолочная плитка, плентуса. То есть кто чем мог, все отдали просто свои излишки, а мы уже здесь своими силами делали ремонт. Сейчас перед работниками приюта новая задача – сделать ремонт основного помещения, где расположена кухня. Здесь добавят лампы, чтобы стало светлее, и организуют моющиеся поверхности. Поэтому приют вновь будет рад, если белоярцы поделятся излишками стройматериалов. Хоккей считается одним из самых зрелищных видов спорта. Даже обычные тренировки юных спортсменов смотрятся эффектно. Как подчеркивает тренер, хоккей – это в первую очередь командный вид спорта, где каждый спортсмен учится взаимодействовать и работать в коллективе. Тренировки у ребят проходят несколько раз в неделю. Занятия проводятся как на льду, так и в спортивном зале. Здесь просто лед. Дальше у нас есть какая-то специальная физическая подготовка. То есть это координационная лесенка, шарики для дриблинга уже, чтобы руки работали у детей. Также зал ОФП в Югре у нас есть. Там спортыгры идут, акробатика на матах. Все через игру. Хоккей – это не только мужской вид спорта. Во время тренировок на льду можно заметить и девочек. На первых этапах занятий хоккеем спортивная школа Нижневартовского района обеспечивает ребят полным комплектом экипировки. И это существенная помощь для родителей. Во время тренировок Матвей Сирота занимает ответственную позицию – защищает ворота. По словам мальчика, хоккеем он занимается уже почти четыре года. И за это время тренер научил его многим игровым навыкам. Родители могут записать своих детей и на секцию фигурного катания. Набор начинается с пяти лет. И совсем не страшно, если ребенок еще не умеет стоять на коньках. Прийти на занятия могут и даже те, кто совсем не умеет кататься. Работа с новичками начинается с самого простого. С первых шагов. То есть у нас есть специальные опоры на льду, где ребенок придерживается, где мы знакомимся. И на первых занятиях мы всегда учимся правильно падать. Потому что это неотъемлемая часть фигурного катания. Чтобы себя не повредить, рассказываем технику безопасности. Это обязательно. Проговариваем каждую тренировку до начала занятия. И, естественно, тренер все время следит, наблюдает. Фигурное катание – это настоящее искусство, в котором сочетаются сила, пластика и грация. Десятилетняя Полина Кузнецова занимается в секции почти три года. Говорит, что этот вид спорта полюбила за красоту и эстетику. Я сама решила записаться в фигурное катание. А почему? Потому что мне нравится, как они катят, как они красиво сделают все элементы. Очень красивый вид спорта, я считаю. Мы отрабатываем почти каждый день почти все элементы. Мы отрабатываем, работаем, не расслабляемся. Почти каждый день у нас тренировки. Записаться на занятия в спортивную школу Нижневартовского района на хоккей с шайбой или фигурное катание может каждый ребенок в возрасте от пяти лет. Подробную информацию о порядке зачисления можно посмотреть на сайте учреждения. Рита Кадыргулова, Александр Новик, телевидение Нижневартовского района. Специально для Югра-24. В кафе и ресторанах, где жизнь кипит после 23.00, сотрудники, работающие напрямую с посетителями, то есть официанты и бармены, должны быть все вакцинированы. Это еще одно из условий, согласно постановлению губернатора. К сожалению, не во всех заведениях предприниматели его исполняют. Вы привиты? Я нет. Вы не привиты? Нет прививки. Нет того же метода ввода и без декларации присоединения. Предприниматели сферы общепита должны соблюдать декларацию «Бизнес без ковид», в которой прописаны условия поэтапного снятия ограничений. Вакцинация работников, обработка поверхностей, дезинфекция воздуха, масочный режим, безопасное расстояние между столиками и другие требования, направленные на снижение риска заболеваемости посетителей и сотрудников. Я все понимаю, данное постановление только в понедельник? Нет, оно не только в понедельник вышло. Про сто процентов у меня вот сейчас девочки как раз стоят уже на... То есть на прививку уже записались. Секрет, пожалуйста, информацию о прививках всех сотрудников, да, для того, чтобы мы в следующий раз приехали, вы нам это все показали. Но есть бизнесмены, которые более ответственно подошли к организации работы и сохранению здоровья своих сотрудников и посетителей. Выполняете эти требования? Да, выполняем, но прививки у нас получается одну поставили. Только одну поставили. У вас в штате сколько человек? Шесть. Шесть человек. Соответственно, все шесть поставили прививки? Все поставили по одной. Одна девушка, овцентка, она поставила оба. Помимо контроля за соблюдением всех мер и ограничений, установленных Роспотребнадзором и постановлениями губернатора, члены комиссии обращают внимание и на общее состояние предприятия общепита. При необходимости предпринимателям оказывается консультационная помощь. Ведутся разъяснительные работы с предприятиями общественного питания. Оказывается помощь в регистрации, в цифровом уведомлении, в присоединении к декларации. То есть, если у предпринимателя есть какие-то вопросы по поводу требований постановления, есть возможность обратиться в отдел по развитию предпринимательства, администрации советского района и получить разъяснение более подробное. Вакцинация все так же остается одним из самых надежных способов уберечься от тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. В советском районе привились уже более 19 тысяч жителей, что составляет 60,1% от тех, кто подлежит вакцинации. В Белоярском на территорию нового детского сада «Звездочка» прибыл зеленый десант. Несколько десятков горожан присоединились к всероссийской акции «Зеленая Россия». Добровольцы, коллектив учебного заведения, родители дошколят, специалисты и просто неравнодушные жители посадили здесь почти сотню молодых березок, зелий и кедров. Время для процедуры подходящее. В деревцах уже замедлилось движение сока, поэтому они все должны успешно прижиться. Отмечу, территории детского сада участники акции ограничиваться не собираются. Уже запланировано озеленение квартала «Спортивный». Они приживутся. Конечно, частично кто-то сломает, но так как они растут в местной саде, они приживутся. Они уже привыкшие к нашей песчаной почве. Тут для них очень удобная и комфортная среда. Береза сама по себе, она порослевая и она неприхотливая. Первыми в регионе опробовали на себе новую образовательную программу «Лаборатория безопасности» воспитанники детского сада номер 4 «Родничок». На протяжении трехнедельного курса они совместно со специалистами технопарка «Кванториум» разбирали всевозможные ситуации, которые могут возникнуть на дороге и учились правилам поведения на проезжей части. Было три занятия с группами. Первое занятие было направлено на тематику пешеходы, второе занятие было направлено на светофор, дорожные знаки, и третье занятие заключалось в том, что мы изучали правила поведения велосипедистов на дороге. На итоговом занятии ребята оттачивали полученные за время обучения навыки на практике, ведь это лучший способ закрепить пройденный материал. Тем более, что для этого есть все необходимое оборудование – от самокатов и велосипедов до светофоров, пешеходных переходов и даже радиоуправляемых машинок. В завершении последнего урока дети повторили самые главные правила. Ещё раз, как мы переходим дорогу на светофор? На светофор, на светофор, только если так пешеходный переход. На память за свои старания дошколята получили памятные подарки, что ещё больше подняло настроение от весёлых познавательных уроков. На дороге надо соблюдать правила. Для меня эти уроки очень тесные, познавательные. Очень приятно. И я с радостью ещё буду сюда ходить. Дети получили навыки, но мы, конечно, не можем сказать, что дети прям не знали правил дорожного движения, потому что работа у нас идёт в городе, и каждый садик занимается по программе. Но мы выявили то, что дети в каких-то... Мы создавали ситуации, которые могут произойти, и дети ошибались. И это было важно, что они ошибаются. Мы вместе с ними эти ошибки разбирали, и потом, проходя эту ситуацию заново, дети уже начинали задумываться и исправляться. Отметим, что лаборатория безопасности – федеральный проект, охватывающий достаточно большой спектр знаний. Стартовав в «Радужном», образовательная программа будет реализована и в других городах Югры. Нина Журавлёва, Вадим Гордеев, «Новое время» радужный. Известная в Нягоне супружеская пара Милёвых встретила полувековой юбилей совместной жизни. Золотую свадьбу отметили, как положено, с кольцами и вальсом. А потом принимали поздравления от близких друзей, детей и внуков. А друзей у Милёвых много. Оба супруга – представители врачебной династии и имеют за плечами немалый опыт работы в медицине. Виктор Васильевич Милёв почти 50 лет спасает жизни людей и по сей день работает заведующим операционного блока Нягонской окружной больницы. Валентина Михайловна и Виктор Васильевич знакомы со школьной скамьи, а после учились в Челябинском государственном мединституте. На старших курсах приняли решение узаконить отношения и в 1971 году поженились. Воспитали двух дочерей, на сегодня четверо внуков. «Мы счастливая семья. Мы как-то сразу поняли, что мы нужны друг другу, мы должны помогать друг другу, жить вместе. Но еще профессия тоже. В общем, профессия у нас сближала, мы единомышленники, по сути дела. Какие главные составляющие вот такой долгой счастливой жизни, на Ваш взгляд? Виктор Васильевич – это любовь, это доверие, это понимание, что мы близкие люди, и мы готовы прийти всегда на помощь друг другу, и обязаны это делать, потому что это семья, и по-другому нельзя. Смирение, умирение прощать. Не заметили, как уже 50 лет прожить вместе. Мечтаем, чтобы правнуки у нас родились. Мы ждем очень правнуков. Федеральная программа заработала в России 1 сентября. Она действует для граждан возраста от 14 до 22 лет. Благодаря ей молодые жители страны могут купить билеты в музеи, галереи, филармонии. Получить пушкинскую карту можно через приложение «Госуслуги культура». Ее выпускают как в виртуальном формате, так и в качестве физического пластикового носителя. Пользоваться можно не только в регионе проживания, но и по всей России. Необходимо лишь убедиться, участвуют ли учреждения в данном проекте. Для этого необходимо зайти на тот же официальный сайт. Лангипасский музей, кстати, там уже можно найти. Сам по себе проект «Пушкинская карта» – это для нашей страны абсолютно новая вещь. И суть его заключается в том, что государство берет на себя финансирование, скажем так, посещений учреждений культуры. Ну, в данном случае мы говорим о музее. Сейчас на пушкинской карте 3000 рублей. С нового года будет 5. Снять наличные не получится. Потратить на посещение тех учреждений, которые прошли своеобразный отбор, экспертный отбор. Вот я думаю, что в этом, наверное, одной из главных черт вот этого проекта, что государство хотело бы профинансировать именно те проекты, те мероприятия, которые она хотела бы видеть, которые бы хотела, чтобы молодежь смотрела. Лангипассцы, как и все россияне, хорошо знают о существовании Пушкинской карты. На ней лежат 3000 рублей, и можно посетить какие-нибудь музеи, театры. Да, я знаю, что такое Пушкинская карта. Это такая карта, на которую кладется 3000 рублей, и ты можешь посетить любое культурное мероприятие в любой точке России с помощью этой карты. Карта, куда вычислять от государства 3000, чтобы ребенок сходил в музей, не знаю, в театр, чтобы узнал, что новое. К слову, кинотеатров, концертов популярных исполнителей, диско-программ в списках учреждений участников данной программы нет. Ирина Мирошниченко, Виктория Тарасова, телекомпания Лангипасс. Специально для Юград-24.